всем привет это я все с косичками кто-то любит когда я с косичками кто-то нет лика говорит мама тебе 37 может быть не стоит косички но короче ладно 37 37 еще как бы можно по форсите с косичками тем более дома сегодня вешаем влог мой 1 сентября до запозданием я сразу предупредил что с запозданием но и к тому же ну так скажем пару-тройка дней мне вообще было ни до чего не до соцсетей поэтому вышло это все сейчас вот и там я сказала по поводу вот этой ведение традиции или как ну как это назвать и даже не знаю поднятие общем-то российского флага под гимн торжественная на линейках и 1 сентября это первый раз как бы и например как у нас заявили в школе значит это будет происходить в понедельник торжественное поднятие флага утром и в пятницу после уроков флаг нужно будет опускать вот пока я не знаю как это будет происходить по крайне мере то что было на линейке вы знаете у меня прям это вызвало такую какую-то гордость это действительно торжественно это действительно здорово это действительно классно единственно знаете я задалась вопросом я его прочитала в комментариях у кого-то не у себя на странице просто где-то я тоже смотрела и там значит перед поднятием флага не только у нас такой я слышала и в других местах перед тем как говоришь поднять флаг говорит смирно и вот задались вопросом в комментарии что разве можно не военно обязанным людям говорить смирно такой спорный вопрос имеет не принципиального вот честно я не знаю кто этим озадачился но мне это правда не принципиально но может быть если это неправильно чисто как-то по законам или еще что то конечно это можно отменить и смирно здесь подразумевается конечно в том плане что нужно отдать должное поднимается фланг нашей страны это важно но вы знаете когда только появилась эта инициатива и стали об этом говорить я в соцсетях я не скажу что в жизни хотя я сейчас уже понял что в принципе на соцсети ориентироваться на мышление соцсетей на взгляды соцсетей до повесточку соцсетей вообще в принципе не нужно потому что это такая малая часть от всего населения нашего планеты которые то есть не дает она прям действительно глобальную что кто-то за кто-то против то есть основном люди которые большинство людей вообще отстранены от соцсетей им вообще не важно там происходит у них есть своя жизнь они просто живут и относятся к тому что но вели хорошо не вели бы плохо там но как-то не особо-то рассуждает они просто многие даже этого я уверена и пришли на 1 сентября привели свои детей не знали что это введена новая такая традиция да я думаю что вы ли что просто отнеслись к этому спокойно но есть и есть а многие может и не знали что этого не было вот поэтому но все же я слышала такое по соцсетям пошел такой протест я вот найти и я тогда удивилась дома почему почему это стали осуждать что в наших школах российских хотят ввести такое что торжественное поднятие на линейках флага нашей страны под гимн нашей страны дети будут знать будут уважать флаг потому что действительно на этом я сейчас уже понимаю оглядываясь назад что а действительно мы не воспитываемся вот в этом каком-то патриотическом отношении к флагу гимну у нас очень много людей не знают о детей тем более гимн нашей страны ну к флагу многие дети не знают как правило флаг повесить то есть потому что на этом не акцентируется внимание и им как бы особо это ну принципе не нужно пока ты ставишься взрослее конечно все это узнаешь хочешь не хочешь каким-то сталкиваешься знаете я знаю что и взрослые есть такие вот и вы иметь еще я просто не поняла вот это вот отношение что как это вели до обидно что это велось именно в такое сложное время сложное положение почему это не вели раньше вот понимаете я не могу понять почему у нас раньше к этому не пришли почему это не было на какой-то постоянно. Почему это считалось каким-то постыдным? Знаете, такое ощущение, что люди вот как-то это торгают, что это как будто бы, ну, стыдно или как-то неловко, и какое-то показушничество. Многие действительно относятся, что это какая-то показуха. Ну, это я читала комментарии, я слушала мнение, причем я слушала мнение, так скажем, а-ля лидеров, которые толкают определенную повестку. Я смотрела интервью Синдеевой, и это было, наверное, как раз, ну, вот в самом начале марта, в общем, по-моему, то ли она закрыла уже канал, то ли еще вот собиралась закрывать. Синдеева — это руководитель телеканала «Дождь», и она тогда рассуждала, что вот у нее есть знакомые, которые сказали, ну, пока мы здесь, типа, оставимся в России, но если в школах начнут толкать вот эту там политику, вот эти вот флаги, вот это вот навязывание вот этого патриотизма, то они уже тогда будут принимать решение как-то уходить из этих школ. В смысле? То есть, знаете, я вот начала думать, а как вообще так можно? Вы знаете, вот это вот я находилась в этот момент там, когда поднимают флаг, как его выносили, как его там разворачивали. Да, еще пока все это не умело, не отработано. Я знаю, что и дети, и организаторы очень нервничали, потому что новые правила, потому что нужно у нас там, вплоть до того, что уважительно надо, ну, относиться к флагу, его надо правильно сложить, правильно вынести, правильно развернуть, правильно поднять, потом это правильно сложить и обратно отнести. То есть это уже такое новое введение, да, и к этому надо просто прикрыть. Я еще пока не знаю, потому что, ну, я говорю, вот у нас в школах будет вроде как в понедельник его поднимать под гимн официально торжественно, и в пятницу после уроков вы должны опускать флаг, ну, как с ним приспускать, как это правильно называется. Я не знаю, пока как это будет выстроено, я так понимаю, что в школах еще тоже в этом сумбур, но будут выделяться, то есть это получается пять человек или шесть. Этот флаг нужно забрать, когда вы его сняли, да, не приспускать, а именно снимать. Вы его сняли, отнести в определенном месте, должны лежать, все красиво. То есть это действительно, я считаю, что флаг должен быть поглажен, флаг должен быть чистый. Я тут смотрела, и, кстати, я рекомендовала у себя в Телеграм-канале, Артем Лебедев выпустил к дню флага... Я пришла в лесте немножко. Что? Надо рассказать немножко про флаг. Ну, хорошо, но ты присядь пока, ребенок. Нет, не будет. Нет, не будет. Сейчас ребенок тоже скажет свое слово. Значит, Артемий Лебедев к дню флага выпустил видео про флаг, про его историю. Вот зайдите, посмотрите, он рассказывает об этом. И, кстати, он предлагает, во-первых, говорит, что у нас очень часто флаги, ну, немножко некачественно печатаются. Он предлагает нам все. И вы знаете, он там предложил такой интересный дизайн флага, где цвета неровные идут, а они, как это, переходят из одного в другой. Красиво. Гордиентом. Да, как? Гордиентом, да. И действительно интересно смотрится. Ну, может быть, не знаю, может быть, потому что трудно перестроиться. Ну, тоже интересный флаг. Ну, у нас есть свой флаг. И я не знаю, как можно было вот это осудить. Как можно... Это так торжественно. Я стояла, смотрела, и у меня прям такая гордость какая-то внутри. Вот это все. Плюс это же дети. Ну, я считаю, что к этому должно прийти, что... Вот, например, у нас девочка поднимала флаг, которая... Ученица года. Ученица года. В предыдущем была полная... Да, полная отличница. То есть, ею достойна эта честь. Я считаю, что для детей, на самом деле, это должно быть действительно честью, что вас выбирают вот эту... Сколько? Шесть человек или пять? Знаменная команда пять, плюс один человек поднимает. Знаменная команда пять, один человек поднимает. То есть, мне кажется, что дети должны стремиться, им должно быть прививать. Это интересно, что вот если ты будешь хорошо учиться там, или там, ну, что-то ты, вот, какие-то достижения, да, у тебя будут, ты будешь в эту команду. Сейчас пока этого нету, что прямо они рвутся, все вот нести этот флаг. Ну, мне кажется, правильнее было бы, если наши дети стремились к тому, чтобы быть такими людьми, да, человеками, человечками, которые достойны чести. Вот это вот пройти там знаменная... Как еще раз? Знаменная команда и поднятие флага. Ну, и... Но они это не будут в себе развивать, если мы, взрослые, не будем к этому относиться, как к чему-то такому высокому, классному, достойному. То есть, я не пойму, как это можно было судить. Единственное, что я поддерживаю эту инициативу, я поддерживаю, что я хочу это сказать, потому что у нас привыкли постоянно ругать. Кстати, у меня будет видео, где я буду ругать что-то, но это я буду ругать не... Ладно, потом. Здесь, знаете, столько было выпущено всего, что это плохо, это как-то чуть ли не стыдно, понимаете, что это нельзя было делать. Да, к сожалению, выбрали такое время. Может быть, не сам подходящий, когда на этом вот и так все сакцентировалось. Но я поддерживаю эту инициативу, и мне хотелось бы, пока я говорю, непонятно, как это будет весь год, то есть... Ну, я думаю, все это устаканится в итоге, и все будет нормально. В течение года, и по понедельникам, и по пятницам, и на линейке обязательно. Ну, опять же, да, там сказать, может быть, и не надо было там каждый понедельник, там, и... Ну, как и пятницу, все это. Но... И там только линейку, 1 сентября. Ну, а в чем смысл? Да, подняли и тут же опустили, тоже нет смысла. То есть, я считаю, что такое должно быть. Говори тебе слово, мы, говорит, мой ребенок. Говори громче, тебя был слышен. На самом деле, стоит сказать, что... Очень жесткие регламенты, очень жесткие. Мне присылали, я читала, есть видео, инструкция, там, где флаг раскладывается, флаг складывается. Как это должно быть, на каком флагштоке определенно... В общем, очень много геморроя с этим связано. Но это больше для администрации школы и для детей геморрой. Почему? Мы возмущались именно со стороны организации этого всего. Нам надо было подготовиться за две недели. За две недели нам нужно было отточить марш, пять человек. Отточить вот это, поднять на флагшток. Флагшток, соответственно, сделать. По поводу того понедельник-пятница. У нас, например, сегодня школа не работает. У нас на... Ну, сегодня понедельник, сегодня школа не работает. У нас на нашей... Ну, на основе нашей школы ППЭ. Но при этом наша знаменная команда, которая была 1 сентября, сегодня приходила в школу. В 8.25 они подняли флаг. И настолько жесткий регламент, что в 8 утра знаменная команда должна зайти в школу. В 8.10 они должны быть уже выходить от директора, забрав флаг. По времени прийти к директору, взять этот флаг. Ты договорил, нет? Да. Но здесь Лика говорит о недовольстве не к тому, что... Ты мне скажи, в общем, тебе нравилось это смотреть? У меня мурашки по коже. Мурашки. У нас шли... У нас и репетиции этого всего были вместе с Гивном совсем. У меня каждый раз мурашки шли. Ну, то есть, то, что ввели это... Я не говорю сейчас организационные моменты, там, геморрой и все. Ввели это правильно? Да. Ввели это красиво, ввели это правильно, но организация... Вот. Но у нас всегда, да, организация... У нас, Лика, всегда согласись, новое принимается очень сложно. Тяжело, да. Это я помню, как на почтах вводили почтовую... Они раньше сидели у них там, все было просто, да. Там раздал все, записал в амбарную книгу, тут записал. Они как-то вот там эти печати, ну, все, вручную делали. А потом им стали вводить программное обеспечение. Вы не представляете, сколько... Я просто... Почему именно этот пример? Я столкнулась, я там с одной руководителем почты разговаривала. Он говорит, господи, а еще сидели, еще пожилые женщины. И они прям плевались, что им было лучше вот эти бумажки, вот это все. Все новое, это сложно. Это нужно принять, да. Так же, как было с ОГА-ИГА. Ну, да. Потом это все выравнивается. Я уверена, что это выравнится, да. Жесткий регламент прописан, вплоть до того, да, во сколько должны прийти, забрать флаг, во сколько вынести этот флаг. У нас директор очень жестко к этому относится. Да, у нас... Она у нас за две недели, до первого сентября, она собрала актив школы и очень жестко всем расписала, что будет, как будет, почему это. Ну, соответствую регламенту. Вы, знаменная команда, это честь для вас. Вот. Должна быть честь для детей это делать, ну, нести. Регламент, я считаю, что должен быть, да, жесткий. Потому что, если вы не сделали этот регламент, не писала видео, я уверена, это было бы, черти как, кто влез, кто по дровам в итоге. Так, вплоть до того, в какую сторону флаг должен быть повернут. Вот. Вот так и было бы. Ну, во-первых, это просто надо выработать. Для нас это сейчас новинка и первая. Может быть, где-то подрегулироваться. Естественно, где-то что-то утрется, ушатается, и этот регламент превратится в обычное действие. Ты говорила про смитно? Да. Можно. У нас на физкультуре урок физкультуры, каждый урок физкультуры начинается смирно, у нас пересчитываемся и вольно. Каждый урок. Вот. А я просто тебе говорю, я ради интереса, я как-то не задумывался об этом, ради интереса спросила, почему зрители, я говорю, я прочитала этот в комментариях. То есть человек не бестюб, просто он задал такой вопрос, что, а вообще нормально, что команда перед тем, как поднять флагу, звучит команда смирно. Разве можно это? Ну, то есть вот у них это. Смирно звучит смирно команда к флагу, то есть у нас внимание должно быть на флагу. Правильно. Но она хорошо, она акцентирует внимание, что. Если я обратила внимание, там шевелились люди. Нет, естественно, она, как бы, мне кажется, вот это смирно, оно больше на том, чтобы люди акцентировали, что сейчас будет происходить самое важное действие. То есть собрать большое количество людей, в одно сконцентрировать, и люди на это смирно, мне кажется, просто концентрируются больше. В идеале, как должно было это выглядеть, что все должны были встать, флаг должен был идти, ну, идут знаменные команды с флагом, и люди должны были своим взглядом провожать флаг и смотреть, как он поднимается. Ну, так и получилось, я так и делала, мне было интересно. Да, но они все это, не... Ну, не все еще знают, я говорю, это мы знали, что идет вот эта волна, ты в этом участвовала, я это видела в соцсетях, вообще, мне кажется, многие пришли и даже не знали, что этого раньше не было, а кто-то и не знал, что это будет, и они спокойно, но есть, есть. Получилось так, что у нас люди стояли спиной к флагу, где-то так нельзя, тоже. Че? Знаменная команда, знаменная группа у нас стояла там спиной к флагу, хотя так можно по регламенту, так можно, хотя по факту не нужно. Ну, в общем, я считаю, что рекламент жесткий тоже должен быть, так что должно быть уважение к флагу страны. Действительно разболтались в этом, я считаю, и оно должно быть... Раньше же было такое, что ты флаг России не мог где угодно повесить, то есть за это даже были штрафы-то вам в любое время и прочее. Потом, ну, это расслабляется все, но, вы знаете, я считаю, что мы должны уважать свой флаг, свой гимн, и дети должны этим гордиться. Поэтому сейчас просто, да, упустили этот момент, и сейчас мы как бы наверхственно упущены, и теперь это будет, так пусть и остается. Как это традиция называется, дочь, правильно? Да, наверное, традиция. Традицию, да, эту ввели, пусть она будет дальше, и я считаю, что замечательно. Вообще, я считаю, что вот у нас, я видела у Оли, фамилию Москов, у них сейчас, я ее линейку видела, у них несколько флагов висят. И не знаю, почему у нас школы, может быть, еще не успели, я считаю, что должен висеть, там, 4 флаг штука, 5, флаг Москвы, флаг школы обязательно, флаг округа, я считаю, с нашим гербом, ну, там, флаг России, ну, я не знаю, какой еще там, 5, флаг команды какой-нибудь его спортивный нашей. А, ну да, у нас есть. Вот, то есть, я считаю, что они должны быть заполнены, висеть. А ты не делала нашего этого? Да, 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 талисмана. Вот, поэтому, вот, хочу сделать поддержку, вот вам речь ребенка, который говорит, что у нее были мурашки от этого, и это прекрасно. У них нет, у детей нет негатива? Ну, знаменная команда? Я имею в виду вообще, что это сделали? Есть, много. У моих одноклассников много негатива за счет того, что приходить раньше, геморрой, вот это вот. А, ну, не то, что фактически самоудействие, а то, что просто... Нет, это просто лень. Вот, понимаете, вот это в наших детях мы должны воспитать, что им было за честь идти, и, ну, для них это должно, это нормально. Ну, в общем, ладно, все. Сейчас, я хочу еще сказать, я не знаю, ты говорила о том, что у нас теперь неурочная деятельность по понедельникам в 8.30, у нас разговор о важном. 45 минут, у нас классный час, и мы разговариваем о России, о истории России, о всем, вот, о политике России. Ну, прям вот обо... Ну, не о политике, ну, в плане это именно... говорим о важном, я не знаю. А, ну, у вас еще пока... У нас был этот урок, но это был классный час. Ну, это было 1 сентября, вы там разговаривали, я знаю, про поход, вот там собираетесь. Да. Это 1 сентября. Об этом, знаешь, вот про это, подожди, давай еще не будем говорить, мы еще не знаем, давай посмотрим хотя бы месяцок. И, ну, с тобой, ты мне расскажешь, что так будет происходить, и мы тогда сможем сделать вывод. Ну, насколько я знаю, насколько мне сказала класс руководитель, что должно быть интересно, она видела презентацию. Мне тоже кажется, что должно быть интересно. В прошлом году был трындец, когда сделали это осмысленно чтение. Вот это был трындец, потому что каждый раз давайте должен был уделять внимание. Мы немножко в другое сейчас уходим. Я хотела именно по поводу вот этого торжественного поднятия флага. Пишите в комментариях, что вы думаете, оскорбления какие-либо там, каких-либо стран или еще что-то будут удалены. Я не хочу сказать, просто вы можете высказать свое мнение, и если уж говорить, что вы против, объясните свою позицию. Почему? Почему? Вот это было бы интересно. А так, свои эмоции могу сказать. Стояла, смотрела, мурашки, все это здорово, красиво, детки идут. И пусть это они знают, как это вообще. Есть же и кадетские классы. Вообще, наверное, мне кажется, красиво они умеют это маршировать. Вот. Все, давайте на этом мы заканчиваем. Так мы наболтали. Ликучка, спасибо, что присоединилась. Хотя она у меня болеет, и мы тут сильно болеем. Но видите, даже она услышала, о чем я говорю. Пришла высказать для вас свою мысль и свое мнение на этот счет. Ну, потому что я думаю, что у меня все-таки побольше информации в голове, как это все происходило. Нет, ну то, что ты когда-нибудь отралась, ты знаешь, я просто... Я сказала именно конкретно о том, что это ввели, и я за. Диза, я хочу немножко похвалить нашу знаменную команду, нашу школу, потому что за две недели мы подготовили такой марш. Ну, я знаю этих людей просто. Ну, да, молодцы. В общем-то, все молодцы, все красавчики, мы не сомневались. Поэтому все, пишите свое мнение в комментариях. Но, надеюсь, как-то, может быть... Об этом не принято говорить, но я хочу сказать, что я поддерживаю эту инициативу. Все, увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok